Друзья, приветствуем вас. Время интервью на телеканале Freedom, а это значит, что прямо сейчас нашему эфиру присоединяется экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. А значит, что? Значит, будет интереснейшая беседа, ведь с Сергеем всегда есть о чем поговорить. За время полномасштабного вторжения мы уже неоднократно в этом убеждали. Сергей, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время. Здравствуйте, Владимир, и мы напомним всем нашим зрителям, что вы только что мне сообщили, что у нас прошел ровно год с нашего первого с вами интервью. Да, было это действительно так. Сергей, и первый вопрос, смотрите, не могу вам не задать, сегодня ваши соцсети внимательно изучал, видел там у вас интересный перепост. Итак, генерал СВР, телеграм-канал известнейший, пишет о том, что история про то, что Путин лежит в морозильнике кремлевском, это уже понятно, это уже все обсудили. Так вот, тут якобы захворал двойник теперь Путина, который с ковидом. У меня вопрос в другом. Это все, конечно, можно иронизировать и так далее. А если, допустим, что это все правда, а каким образом тогда решать вопрос так называемой предвыборной кампании Путина? А ведь она в любом случае будет, мы видим сейчас активность Путина или не Путина. Ну, вообще, да, да, предвыборной кампании надо дожить, и до выборов надо ему дожить, да, потому что если он там заболел ковидом, может еще и копыта откинуть. А, судя по всему, у него тройника нету, да, значит, хотя японцы говорили, что вроде есть два двойника у Путина, вот, один на него похож на 53%, а другой на 40%. Вот, поэтому придется вынимать того, который похож на 40%, и народ вообще разуверится. Вот, ну, вообще, конечно, это, я так понимаю, для меня, я рассматриваю это как троллинг, в общем. Я хотел бы очень верить в то, что настоящий Путин умер, вот, но у меня остаются очень большие сомнения. Я думаю, что, кстати, у большинства людей примерно такой же подход к этому делу. Очень бы хотелось, но хотелось бы получить доказательства такие материальные, да, потому что, в общем, конечно, Валерий Михайловичу убедительно говорит, да, и генералу СВР, но они говорят, поверьте нам. Очень бы хотелось поверить нам Валерию Михайловичу Соловью, генералу СВР, но все-таки вообще большинство людей ждет каких-то материальных доказательств, с одной стороны. А я как бывший шпион, я вообще никому не верю на слово. Это просто профессиональная вещь, я не могу никому не верить на слово, потому что в политической, в геополитической области всегда все друг дружкой манипулируют, и поэтому мы верить на слово никому не можем, к сожалению или к счастью. Вот, нам нужны документальные доказательства, нам нужны материальные доказательства, пока таковых нет. Вот, но тот Путин, который вертится в публичном пространстве, он, ну, если это настоящий Путин, то у него, в общем, старческий маразм уже наступил, да, потому что, ну, то, что он несет последние три недели, ну, там ахинея на ахинея, ахинея погоняет. И, в общем, это даже по сравнению с тем Путиным, которого мы знали раньше, ну, он говорил временами какую-то бельберду, но довольно редко. Все-таки у него были, он готовился к своим выступлениям, он, проколы в основном были тогда, когда он шуточки какие-то откалывал, да, вот эти шуточки, они всегда были какие-то либо вязкими, либо двусмысленными, либо сальными. Вот это к нему, так сказать, претензия была. Вот, но по содержанию к нему претензии, в общем, довольно редко были. А тут по содержанию претензии. Вот, так что я не думаю вообще, что это будет простая компания. Он, кстати, вот этот слив из Кремля, что он вроде бы уже идет на выборы, пока что не подтвердился, то есть никакого подтвердения официального не было. Вот, и судя по всему, это был такой trying balloon, пробный камень, так сказать, бросить в болото и посмотреть, как публика на него отреагирует, потому что Путин же всех достал. 24 года человек сидит на одном месте, старенький, стареет, видно, что дуреет. Вот, и, в общем, есть сомнения, что он сможет вообще дожить физически до своих перевыборов. И в любом случае он является, будет являться уже совершенно нерегитимным президентом, потому что о его легитимности можно было спорить уже раньше. Я, кстати, вот поднял у себя старые статьи еще 2012-13 годов, где я уже написал, что Путин практически умер политически тогда, когда отдал власть в первый раз Медведеву. В 2008 году Путин уже потерял как бы свою, ну, как, что значит потерял легитимность? Он просто ушел, отдал, передал место Медведеву. И все думали, что Медведев Петрушка просто греет для Путина трон, потому что Путин все-таки стал премьер-министром, и как бы они там ходили вместе с ним в паре, в паре, тандем так называемый. Но всем было понятно, что когда Путин вернулся в 2012 году, это была уже нерегитимная вещь, строго говоря, по духу Конституции. Букву Конституции они соблюли, потому что она говорила о двух сроках подряд. Вот это такой подводный камень, как выяснилось, был в нее вделан при Ельцине еще. Но по духу этой Конституции подразумевалось, что два срока одному человеку и все, и хватит. И Путин, кстати, когда он был первым за свои два срока, и это можно поднять, это все в архивах интернета хранится, он говорил, что не собираюсь они на какой третий срок, тем более там больше, и все, и так далее, не собираюсь менять Конституцию. Но Конституцию формально не он изменил, а Медведев изменил. Но мы понимаем, что Медведев изменил для Путина, по просьбе Путина, и только для него. Но в любом случае сейчас, когда заканчивается второй раз два срока Путина, нужно было ему опять либо меняться, делать рокировку. А мы помним еще вот с той рокировки Медведевской, значит, тогда были такие штуки, что значит Путин, Путин, Медведев, Путин, Путин, Медведев, Путин, Путин, Медведев. И они такие уже лысые, безбород там и так далее, все старенькие, вот, и все это продолжается там много-много лет. И народ над этим смеялся, издевался, и понятно было, что Путину, что это не удастся, тем более, что в 2012 году он, в 2011-2012 году, Путин пережил самый страшный период в своей жизни. Страшнее того, что он пережил в 1989 году в Германии. Вот все рассказывают, когда там пала германская, берлинская стена, и он был в Дрездене, и на их здании, в котором были сотрудники штази, какая-то толпа прибежала там и чуть не там не хотела устроить погром и визнью. И будто бы они там забаррикадировались, сидели с пистолетами Макарова и ждали этого самого штурма, который не состоялся. И вот тогда Путин очень сильно испугался, и с тех пор он боится вообще любой народной массы, вот такой толпы, которая может растерзать кого угодно. Вот, но в 2011-2012 году он испытал еще большую опасность, потому что была на самом деле кремлевская интрига о том, чтобы оставить Медведева на второй срок. За ним стояли олигархи, за ним стояли даже некоторые спецслужбисты, и тогда вариант был такой. Путина, как премьер-министра, Медведев отправляет в отставку, арестовывает и ликвидирует. И, в общем, такая штука проходила бы на самом деле, потому что у Медведева в 2011 году, как это ни парадоксально, вырос рейтинг выше, чем у Путина. Вот, и за ним, на него реально делали ставку, прежде всего, либеральные силы настроенные, ну, такие капиталисты, олигархи, которые расстроены были на сотрудничество с Западом, потому что у Медведева вот создался такой, значит, имидж айфончик, значит, Дима айфончик, Дима прогрессивный, нанотехнологии, значит, Роснано там и прочие всякие, Сколково, вот все эти прогрессивные дела. Вот Путин тогда очень сильно испугался, очень сильно испугался и дал себе слово, что он больше никому никогда не отдаст свою власть. Вот, и поэтому в 20-м году он нарушил даже свое собственное обещание самому не менять Конституцию, он сам изменил Конституцию, вот. И теперь, значит, он, если даже вот и состоятся его перевыборы, то уже парламентская ассамблея ПАСЭ сказала, что она будет считать его нерегитимным президентом, потому что это явное нарушение Конституции, потому что, ну, человек, который сидит 24 года, а говорят, это все ноль, как будто бы он ничем не правил, ну, на кого это рассчитано, на полных идиотов. Вот, и поэтому все это, конечно, искусственное, абсолютно юридическое образование, и он не будет законным президентом. Вот такие у него проблемы. И на самом деле проблема дожить, во-вторых, нерегитимность полная, и в-третьих, никто не знает, что, откуда придет черный лебедь, потому что мы видели уже с Пригожиным, кстати, по поводу, я говорю уже мысль, каждый раз, когда ее можно, потому что это мысль, которую нужно постоянно проводить, что Евгений Пригожин провел внеочередной предвыборный тур президентских выборов 23 и 24 июня и показал, что за Путина не вышел никто. Никто не вышел защищать Путина, в том числе миллион членов партии «Единая Россия». И в этом смысле Путину уже показали, кстати, за это Путин и убил Пригожина с Уткиным, потому что они ему показали, что он нерегитимный президент уже сейчас, что вот сейчас уже ничем не управляет. И плюс, если вы заметили, в последнее время Кадыров вкупе с какими-то мусульманскими республиками Российской Федерации тоже идет путем Пригожина, потому что он устроил провокацию со своим сыном, и вместо того, чтобы сына этого отхлестать по заднице поголой прямо на центральной площади в Грозном, а Кадырова снять с работы и посадить в тюрьму за совершение уголовного преступления, потому что избиение подзащитного в СИЗО – это уголовное преступление по Кодексу Российской Федерации. Перевод последственного из того места, где он совершил правонарушение, то есть в Волгограде, в какую-то Чеченскую республику – это нарушение Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, а когда это делается лицом, занимающим руководящую должность, это называется к тому же с незаконным использованием государственных полномочий. То есть это тоже уголовное преступление. Вместо этого Путин его обласкал, а этого, значит, маленького сопляка, который, кстати, обесчистил род горский и чеченский, потому что ни один джигит и ни один кавказец никогда не позволит себе избить слабого. Слабого избивает подлец. И, значит, Адам Кадыров – абсолютный подлец, а когда отец его и всякие там мусульманские прихвостни обвешивают его наградами, они позорят и себя, и эти награды, и Чечню, и Кавказ, и все что угодно. Но Путин все это дело терпит. А если он это дело терпит, он, значит, признает свою слабость полную, потому что он боится им сказать что-нибудь против. И получается, что эти мусульманские республики устраивают практически то же самое, что устраивает Хамас в Израиле. Мы это видели в Дагестане, мы видели в Махачкале, и тоже ответ властей никакой. Вы, значит, посадили кого-то на пару суток за матершину, и еврейский погром получился вроде как несанкционированный митинг, просто разогнали и так далее. В России за это дают 7 лет. В России за это дают 25 лет. Сажают людей в реальную тюрьму. А там, значит, либо штрафы, либо административные нарушения. И то есть понятно, что у нас уже есть два разных стандарта в Российской Федерации. Один стандарт в отношении мусульман, и другой в отношении всех основных россиян. И это ведет к тому, что в России зреет религиозная война, резня большая между мусульманами и русскими. Потому что Гиркина, фашиста русского, посадили в тюрьму, а мусульманам России в Дагестане и на Кавказе позволяют делать все, что угодно. Фашиста, националиста русского Пригожина с Уткиным убили, а мусульманам в Российской Федерации на Кавказе позволяют делать все, что угодно. И уже пошли разговоры о том, что Путин продался мусульманам, Путин продался Китаю, Путин убивает Россию, Путин русофоб, и пора этого Путина свергать. То есть на самом деле грядет огромная гражданская война, такая фашистская, националистическая, российская, русская, и антимусульманская, и в общем религиозная. Вот что на самом деле ждет этого Путина. И в этом смысле, когда вы говорите про какие-то выборы, то я так думаю, что у него настолько его проблемы далеки от этих выборов, что ему хорошо бы дожить до этих выборов. И согласитесь, Сергей, очень важно тут не недооценивать ту самую возможную войну в Российской Федерации между, давайте сейчас это возьмем в кавычках, между русскими и мусульманами. Ведь это на самом деле очень такая, может быть, сложная глубинная история с очень даже непредсказуемыми последствиями, согласитесь. Конечно, плюс еще разговоры-то идут о чем в дополнении к этому делу, что если вы посмотрите, то Путин всегда ведет войну с христианами. То есть объявил войну христианскому Западной Европе, христианской Западной Европе, да, то есть с братьями по вере, по христианской. Он ведет борьбу, войну с братьями славянами и православными в Украине, до этого православными в Грузии, до этого христиан бросил в Армении на съедение мусульманам в Азербайджане и так далее и тому подобное. То есть, если так вот по делу смотреть, то он, конечно же, русофоб, конечно же, антиславянин, конечно же, антихристианин и, конечно же, мусульманин. Сергей, такой вопрос уточняющий. Вы сегодня заговорили о том, что случилось с Путиным очень опасный для него момент в 2012 году, который произошел с Дмитрием Медведевым, который мог оказаться на верху Российской Федерации на более долгий срок, чем планировалось, но не сложилось. Скажите, пожалуйста, сейчас, да, в пабликах, в интернете, в различных других соцсетях все мы знаем образ Медведева, пьяница и так далее. Возможно, это и правда. Но вот объективно говоря, по состоянию на ноябрь 2023 года Медведев, это полностью отыгранный материал? Или он еще может о себе серьезно напомнить? Или время ушло без поборота? Нет, я считаю, что это совершенно не отыгранный материал, потому что, во-первых, по формальному признаку Медведев абсолютно встроен в государственную вертикаль, причем на самом верху. Он является человеком, ну, пять в государственной вертикали. Путин один, значит, премьер-министр Мишустин два, Матвиенко три, Володин четыре и Медведев пять, потому что он является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, председателем является Путин, первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии, ее председателем является Путин, он является бывшим президентом Российской Федерации и бывшим премьер-министром Российской Федерации. То есть, на самом деле, у него полный набор государственных регалий и опыта работы даже, потому что это единственный человек, который реально вместо Путина сидел четыре года в Кремле. Да, под присмотром Путина, но все-таки на президентском посту. И он таковым воспринимается, кстати, за рубежом. То есть, если он вернется во власть, его будут воспринимать точно так же, как с ним переговаривался Обама в свое время, я не знаю, Меркель, Саркази и прочие всякие люди с 2008 по 2012 год. И если вы обратите внимание, то вот сегодня, буквально в тот момент, когда мы с вами записываем нашу передачу, это среда, чего у нас там сегодня, 8 ноября, в телеграм-канале генерала СВР был опубликован пост о том, что, значит, в связи с тем, что Васильевич заболел ковидом, и если вдруг чего, то вот придется, значит, Медведева сажать. И, значит, там рассказано было о том, что Медведева позвали на очередное какое-то там совещание в Совете Безопасности. Вот, правда, ему не дали ничего говорить, но, так сказать, его показали как бы всем остальным членам и сказали, что, ну вот, конечно, пьянь и, конечно, там с проблемами человек, но, тем не менее, у него его статус позволяет вполне возможно его посадить еще раз на президентский пост, а то, что он пьянь, это, значит, им можно просто проще им манипулировать. Сергей, давай теперь поговорим, так сказать, о международной повестке. Вот, опять-таки, в день записи нашего интервью появилась информация, что 15 ноября, якобы, по-моему, это еще информация неподтвержденная, состоится встреча, долгожданная для многих президентов Соединенных Штатов Джозефа Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Существуют разные версии, разные отношения к данной встрече. Кто-то говорит, что это будет судьбоносная встреча, которая может изменить многое. Кто-то говорит, что это будет просто протокольная беседа, такой себе акт вежливости, ничего более. По вашему мнению, стоит ли ждать каких-то серьезных результатов после этой встречи, или, по сути, ничего не изменится? Это важное мероприятие, хотя я придерживаюсь больше пока что второй версии. Конкретная вот эта встреча, это все-таки больше протокольная, потому что это не двухсторонний визит, это не приезд, значит, НР Си Цзиньпине в Соединенные Штаты Америки. Это встреча в рамках Организации Азиатско-Тихоокеанского региона АТЭС, где вообще, ну, такая, просто вот сейчас там председательство Соединенных Штатов Америки, поэтому это будет Сан-Франциско встреча на побережье Тихоокеанском, естественно, на западном побережье Соединенных Штатов Америки, повернутом к Тихому океану и повернутом к Азии, таким образом, своим другим боком. Вот, и это, конечно, будет больше всего протокольное мероприятие, но Си Цзиньпинь мог на него не приехать, он же не поехал на, что там, двадцатку, да, в Индию, да, а вот в Соединенные Штаты Америки вроде он собирается ехать. И именно, кстати, в этом плане это уже будет прорывное мероприятие, потому что, ну, он давно не выезжал, не встречался на таком уровне с американскими руководителями. Вот, поэтому, хотя это и протокольное мероприятие, тем не менее, это будет важное протокольное мероприятие. Но у этого мероприятия есть еще и третья вещь, про которую мало кто говорит, а это вещь вот какая. У меня такое ощущение, что Китай, ведь все-таки восточная хитрая страна, и там, когда убиваются, и когда вам делают комплименты, и когда делают какие-то вот такие подвижки, типа вроде нам мы хотим урегулировать наши конфликты, потому что были даже в преддверии этой встречи были даже проговоры такие, значит, проговоры министра иностранных дел и самого Си Цзиньпини, что нам вообще с Америкой не надо ссориться, мы две большие супердержавы, мы две страны, которые решают судьбу всего мира, и нам надо между собой, так сказать, помириться. Для Китая, кстати, это совершенно логично, потому что товарообмен Соединенным Штатам Америки у Китая 800 миллиардов долларов в год из 6 триллионов. Для примера я напомню, что с России 200, то есть в 4 раза меньше. То есть для Китая Соединенные Штаты Америки это в 4 раза более значимый рынок, чем российский, а на самом деле в 15 раз больше, потому что у России Китай покупает нефть и газ, который можно купить у кого угодно, а у Соединенных Штатов Америки Китай покупает электронику и технологии, которые можно купить только у американцев. И американцы, кстати, закрывают сейчас для Китая эти продажи, потому что они боятся, что это сделает из Китая еще более сильную страну и так далее. Но вот эта встреча может быть и прикрытием того, что Китай на самом деле реально вдруг захотел развязать войну на Тайване. Потому что он мог себе сказать, смотрите, Америка сейчас и западный мир, и НАТО заняты очень сильно Украиной, туда вбухиваются деньги, туда вбухивается очень много военного оборудования, прежде всего боеприпасов. И говорят вот в западном мире, что боеприпасов не хватает, не хватает, не хватает. Теперь война, значит, на Ближнем Востоке, где опять же американцы увязли, потому что сразу две авианесущие группировки морские перебазировали в Средиземное море близко к Ближнему Востоку. И таким образом тоже как бы увязли в этой войне. И Китай, говорит, сказал себе, вполне не исключаю такой вариант, что Си Цзиньпинь себе сказал, что отличный вариант, когда вот сейчас можно напасть на Тайвань, потому что к этому никто сейчас не готов, значит, нет боеприпасов, все уже, значит, Соединенные Штаты Америки сказали, мы большая страна и можем вести две войны, совершенно спокойно, а вот смогут ли они вести три войны, причем с Китаем, который, ну, явно не Российская Федерация, потому что Китай все-таки это полтора миллиарда людей, это армия в 10 раз больше, чем в Российской Федерации, это бюджет военный в 2-3 раза больше, чем в Российской Федерации, это наращивание ядерного потенциала, кстати, огромное за последние два года, новых 150 ядерных боеголовок они сделали, и достигли уровня 500 ядерных боеголовок, и хотят до 30-го года достичь уровня 1000 боеголовок. То есть на самом деле меня эта встреча вот не радует абсолютно, а напрягает наоборот, потому что я не исключаю какой-то подлости от Китая, я не исключаю того, что эта встреча просто, чтобы усыпить бдительность Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, и сделать какую-то гадость, потому что мы знаем, что кроме Тайваня, кстати, у Китая, он сам создает проблемы огромные, как раз в Тихоокеанском Азиатском регионе, потому что он там отвоевывает маленькие островки, и вот людям, которые не очень посвящены в эти дела, им кажется, ну, это фигня какая-то, ну, подумаешь, там камешек какой-то посредине, ну, типа острова змеиного какого-нибудь там посредине японских морей. На самом деле мы же понимаем, что любой камешек, который вы отвоевываете в океане, он сразу становится экономической зоной, и вокруг нее возникает, значит, 12-мильная зона, которая полностью ваша исключительная, плюс еще 200-мильная зона вашей экономической активности, а это значит рыба, это значит лов там, это судоходство и так далее, и любой такой камешек, если вы... Поэтому, кстати, Китай перессорился со всеми своими соседями по Юго-Восточной Азии, потому что у каждого, у Вьетнама, у Лаоса, у Таиланда, у Индонезии, у там еще нескольких стран, он пытается, у Индии, он пытается отвоевать такие маленькие камешки в Тихом океане. Так что в этом смысле, конечно, для меня это не совсем простая встреча, и меня она больше напрягает, чем радуется. И вот, кстати говоря, я вас очень внимательно слушал и вспомнил свою беседу буквально вчера, общался с украинским политехнологом Тарасом Загородним, и вот он в контексте тоже возможной встречи Байдена и Си Цзиньпина высказал мысль, что, мягко говоря, не исключается война между Соединенными Штатами и Китая в районе приблизительно 2030 года. Как вы относитесь, возможно ли такой вариант развития событий? Ведь не хочется, конечно, нагнетать краски, но представить себе масштабы этого противостояния очень сложно. Вы знаете, я исключаю прямую войну между США и Китаем, потому что Китай, хоть и большая страна, но он понимает, что Соединенные Штаты Америки экономически его сильнее, в военном плане во много раз сильнее, а бюджет Пентагона 885 миллиардов долларов в этом году, у китайского Пентагона 200. Ну вот, то есть, в принципе, пока это несопоставимо. У американцев 16, подождите, ну больше 10 авианосцев, у китайцев только 2 и так далее, и только третий вот они строят там вроде бы. То есть, на самом деле, пока что это несопоставимое даже по военной силе. Вот, но я не исключаю не прямую войну, а я не исключаю войну вот типа за Тайвань, то есть войну примерно так, как Путин сейчас воюет с вами, но на самом деле воюет, по его словам, с НАТО и с Соединенных Штатами Америки. То есть, грубо говоря, то, что происходило во время холодной войны, когда крупные державы, вот, допустим, Соединенные Штаты Америки и СССР воевали во Вьетнаме друг против дружки, но на вьетнамской территории. В Корее друг против дружки, там Китай, Советский Союз против международной коалиции во главе США, но на корейской территории. Вот такую войну я совершенно не исключаю. А скажите, пожалуйста, вот чего вы ожидаете, если же вернуться к ситуации в Украине и затронуть, конечно же, то, что происходит в Израиле? Пока что отмененный, но тем не менее визит, который маячит на горизонте. Я про визит Владимира Зеленского в Израиль. По вашему мнению, что тут будет основным, насколько он будет знаковым, данный визит? Или опять-таки все ограничится тем, что, ну, по сути, это просто поддержка страны, которая сейчас тоже находится в состоянии войны? И какова будет реакция Запада? Я думаю, что визит этот очень важен. Этот визит абсолютно символический, потому что Украина ничем не может помочь Израилю в борьбе против Хамаса. И, строго говоря, никто Израилю не может помочь в борьбе против Хамаса, потому что там военной помощи Израилю не нужно, у него всего достаточно. Но я считаю, что, кстати, военная операция не решит проблему Хамаса. То есть она решит ее временно. Вот сейчас они перебьют там основных лидеров, разобьют какие-то тоннели, разобьют какие-то базы. Но проблема Хамаса – это проблема не военная, а проблема политическая, государственная. И в этом смысле у Израиля… Я вообще, откровенно говоря, не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации, потому что там либо надо перебить все 2 миллиона крестинцев, которые находятся в секторе Газа, либо Хамас возродится. Вот. Ну, ладно, это отдельная тема. Вот. Но самое главное другое. Самое главное – поездка Зеленского именно сейчас в Израиль – это чрезвычайно важная проблема, потому что она заставит Израиль полностью отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией. То есть, грубо говоря, Зеленский приедет и скажет Натаньяху «вот я же тебе говорил, что такое Путин, ведь я же тебе говорил, что такая Россия, да? Россия – это тот же самый Хамас». Об этом, кстати, сказал уже Байден. Байден сказал, что Россия и Хамас – это одно и то же. Вернее, Путин и Хамас – это одно и то же. А Уссо фон дер Лайн сказала, что Россия и Хамас – это одно и то же. Вот. И в этом смысле, конечно, Зеленский, когда он приедет как бы напоминать Израилю, что вот вы нас не хотели поддерживать, вы заигрывали с Российской Федерацией, поэтому получили. С одной стороны, Хамас у себя вот здесь. Кстати, не без, возможно, не без участия Российской Федерации, Ирана, а даже и Китая. И с другой стороны, израильские, еврейские погромы на территории Российской Федерации и резня, которая может, о которой мы с вами уже поговорили. Ну вот, я говорил о том, что резня может быть между мусульманами и православными, а на самом деле гораздо быстрее может эта резня начаться сначала между мусульманами и евреями на их территории. Вот, кстати, в этом смысле эту проблему лучше всех и глубже всех понял. Все-таки, как бы, при всех негативах, с которыми мы к нему относимся, Рамзан Кадыров сказал, что если у меня в Чечне что-нибудь такое начнется, три выстрела вверх, четвертый в лоб. Без всяких разговоров, без всяких там административных правонарушений, задержаний и так далее. Просто стрелять на поражение он отдал приказ в Чечне. Вот, но, конечно, эта поездка Зеленского, она прежде всего в укор Израилю и в надежде на то, что Израиль кардинально поймет, что у него та же самая проблема с Хамасом, какая в Украине, с Российской Федерацией, и что начнется кооперация, в том числе военная, не в сторону Украины к Израилю, а в сторону Израиля к Украине, а Украина может Израилю поставлять сельскохозяйственную продукцию, может поставлять все, что она делает, так сказать, для того, чтобы кормить его в условиях войны, потому что, конечно, когда идет война, может быть, у них на каких-то территориях там будет меньше урожай там и так далее. Тем более, что Израиль небольшая страна, и у нее, конечно, есть потребность в продовольстве, ну, в частности, зерно ему явно совершенно нужно. И напоследок. Смотрите, мы с вами общаемся, как мы сказали в начале нашей беседы, вот уже год регулярно, фактически, как на наших YouTube-площадках, так и в эфире телеканала Freedom. Вопрос, возможно, даже в чем-то философский. Сейчас, по состоянию на ноябрь 2023 года, на каком этапе, вот по вашим ощущениям, по результату вашего анализа какого-то внутреннего, на каком этапе сейчас находится война в Украине? Мы сейчас на переломном этапе, потому что Украина доказала за 20 месяцев, за последние 20 месяцев, что никакой второй российской армии в мире нет, никакой супердержавы российской нету, что Украина может защищать свою территорию, не только эффективно защищаться, но и даже отвоевывать территории свои и так далее, что Украина, в принципе, готова идти до конца, до освобождения полного своей территории, включая Крым, то есть до границы 91-го года. Это все было сказано. Плюс мы знаем, что есть поддержка, что за Украиной стоит огромная коалиция из 54 государств, Украина создала Крымскую платформу, все это продвигается, продвигаются, кстати, переговоры и такие, даже с условным югом, большим югом, вне участия России. То есть в этом смысле дипломатически, психологически, морально Украина, конечно, за год очень многое сделала, но сейчас переломный момент, потому что все, конечно, ждали огромного и успешного контрнаступления в этом году Украины, когда она отвоюет, ну, по крайней мере, если не все территории, ну, по крайней мере, значительные части своей территории, выйдет, допустим, Казовского моря, перережет, значит, сухопутную связь Российской Федерации из Ростова с Крымом и так далее, и тому подобное. Всего этого, к сожалению, не достигнуто, и по моим, и не только по моей оценке, потому что, прежде всего, Запад не давал ей достаточное количество техники для того, чтобы это сделать. Украина могла это сделать, но она не могла это сделать в отсутствии техники, ей давали ровно столько, чтобы она не проиграла, но недостаточно, чтобы она выиграла. Вот. И сейчас решается вопрос, как, что быть дальше, потому что, к сожалению, эта потеря времени была в пользу Российской Федерации, Российской Федерации, ей удалось перестроить свою экономику, ей удалось, плюс, конечно, с огромными проблемами, да, но тем не менее, ей удалось наладить какое-то военное производство, кстати, тот же самый Медведев отвечает за это дело, вот, конечно, у нее, пусть у нее работают плохо военные заводы, пусть у нее нет своей электроники, пусть у нее там нет убойной силы, но тем не менее, Россия все-таки большая страна, у нее все-таки 140 там формально миллионов жителей, значит, формально она может все-таки мобилизовать несколько сот тысяч довольно, довольно легко и регулярно возобновлять это количество, она наладила, кстати, серый экспорт, она получила, по крайней мере, миллион боеприпасов от Северной Кореи, она получает беспилотники от Ирана, она наладила военную кооперацию с Китаем, Китай, кстати, тоже ей чего-то там, судя по всему, все-таки серым импортом передает, или серым экспортом со стороны Китая, вот, и по этому поводу, конечно, переломный момент, и это критический момент, потому что начинает Запад уставать от этой войны, внимание, к сожалению, от украинской войны ушло на Ближний Восток после нападения Хамаса, это тоже негатив, есть проблема с началом президентской кампании в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, сомнения, кто кого поддерживает, и если придет Трамп, например, вернется Трамп, то будет ли он поддерживать точно та же Украину, в чем у меня, кстати, сомнений нет, потому что Украину поддерживать Соединенные Штаты всегда будут, потому что им не выгодно проигрывать Россия, а они, поскольку поддерживают Украину, они как бы взяли на себя ответственность за ее безопасность. Вот, с другой стороны, конечно, эта предвыбанная кампания может сыграть в пользу Украины, потому что Байдену, безусловно, будет с точки зрения электоральной выгодно, если Украина, допустим, начнет новое контрнаступление в следующем году и победит к сентябрю или там к началу октября следующего года, то есть ровно к выборам. И мне кажется, что вот под это Соединенные Штаты Америки и действующая администрация может выделить существенно больше боевой техники, тем более, что она, ведь, когда она очень медленно передавала, это был тест Российской Федерации, то есть важно было ее, знаете, не испугать. Это вот как хороший охотник, он когда подкрадывается к дичи, нельзя делать резких движений, да, и, значит, вы там оружие собираете, но надо тихо собирать, пока, значит, кабаны там не проснулись, вот, а потом, когда они проснутся, уже будет поздно, вот, так что, в общем, вся эта ситуация находится на переломном, на переломном этапе, я не думаю, что Украина может проиграть в этом деле, но, к сожалению, возможен вариант замораживания конфликта, и тогда вот по грузинскому варианту, да, когда за Россией осталось 20% в грузинской территории, и как бы на много-много лет, с 2008 года этот конфликт заморожен, и вот такая опасность есть и в Украине, хотя мы понимаем, что внутри самой Украины население, в общем, поддерживает войну до победного конца, но усталость есть и в народе, и пошли разговоры уже внутриполитические, выборы, не выборы, значит, Зеленский Арестович, значит, Зеленский Залужный, какие-то, какие-то сомнения, какие-то, какие-то внутриполитические разборки, кстати, не только они, потому что там и Юлия Тимошенко время от времени всплывает где-то, и Порошенко где-то вскрывает, и другие какие-то люди, вот, то есть на самом деле ситуация не самая хорошая и довольно, довольно критическая. Ну что ж, Сергей, ну мы с вами будем продолжать держать руку на пульсе событий с вашей помощью, естественно, в том числе, спасибо большое, что нашли время, и очень рад был пообщаться, до встречи. Счастливо. Счастливо.